Привет, друзья! Сегодня с вами Тим Виттер и Роман. Привет, друг. Привет, мэн. Спасибо, что пригласил. Да, спасибо тебе. Слушай, большое дело делаешь, видеомейкинг, да? Сегодня вся индустрия кино, фильмейкеры снимают видео. Контент нужен всем, бизнесу, блогерам, да? Давай сегодня более подробно раскроем эту профессию. И, слушай, ну, ключевой вопрос, как ты пришел и как ты понял, что это твое, возможно, призвание. Как это началось? Расскажи. Ну, смотри, я занимался до этого фотографией 10 лет. То есть, и первый запрос по видосам пришел просто, типа, Рома, приди, ты же фотосъемкой занимаешься. Сними просто видео. Да. Я, ну, ладно, одно снял, второе, третье, и так пошло-поехало. Бизнес-клубы, смотри, да, это блоги, это какие-то корпоративные клиенты. То есть, ну, до этого у тебя бэкграунд, ты занимаешься, занимался фото и переключился на видео, потому что пришел именно прям запрос, да, слушай, попробуй сними, это формат бэкстейджов, правильно я понял? Да, 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 сначала были бэкстейджи, а потом пришел просто от знакомого, вот. Один из первых заказов каких-то, да? Да, да, музыкальный клип. Окей, окей. Получается, сначала мы Андрею отсняли просто, на коленке, можно сказать, малобюджетный клип. Ну, ему все зашло, понравилось, и далее он устроил стрим, собрал некую денежку, то есть бюджет, и решил отснять для своих зрителей музыкальный ролик. Огонь. Слушай, это получается Дзарковский, да, это инфографика. Вы тоже пилили контент? Это я все сделал, получается. Огненно выглядит вообще современно, такой, знаешь, кибер, короче, стиль и контент. Ну вот, знаешь, для меня видео, оно должно само себя продавать. Вот смотришь, или сок, или не сок, да. И сегодня, кстати, мы в сок находимся, это тоже лирично. Это медиа, такая удобная площадка, нетворкинг, да, то есть сеть коворкинга в Питере. Ребят, приходите обязательно, ну, для, да, делать какой-то нетворкинг, брейнштормы по медиакриейтингу. Слушай, Ром, расскажи, какие у вас были задачи. Это клип, да? Да, это музыкальный клип, получается, он длился 5 минут. Блин, тут сложность, знаешь, в чем была? То есть вторая локация, это Digital Art Space. Я не буду называть его название, потому что площадка не лояльная полностью. То есть я позвонил им, спросил, типа, можно прийти, да, проверить, что по свету и как. Мне сказали, типа, вот в день съемки приезжайте. Понятно. Ну, в общем, препродакшн нулевой, то есть нельзя не посмотреть и оценить, да. В итоге, в итоге. Кастинг, смотри, музык, да, да. Ну, вот вы под ключ закрывали все вопросы с командой или как это было, вот сам процесс? Ты зашел как видеомейкер, отснял, сделал раскадровку, до этого поставил им, то есть режиссура, продюссирование. Да, то есть полный цикл, да? Клип был срежиссирован как по свету и по площадкам. Вот на второй площадке, получается, я даже покупал билет, чтобы туда прийти. И взял в камеру профессиональную, чтобы подснимать. И то там даже сказали, типа, нельзя, запрещено. Я говорю, так мы же оплатили вам. Слушай, ну вы как байскауты прям прорываетесь. В общем, я просто почему отошел, чтобы посмотреть именно на контент со стороны. Я на самом деле, обязательно, ребят, подписывайтесь. Этот контент есть, да, вот в доступе, ну и у самого клиента, какие-то кейсы работы и в Инстаграме, и в Ютьюбе, да? Да, ну он ведет свой Ютьюб-канал, да. Слушай, а расскажи еще вот про RGD, что это за ивент и что за тип съемки? И почему вообще этот клиент, почему ты их взял? RGD ко мне обратились тоже по сарафанному радио, то есть я уже как год-полтора занимался видеосъемкой. Ну и пришли, у них там был юбилей, 170 лет ветки, получается. Я правильно понял, RGD это прям компания? Да, это RGD прям, да. Слушай, а давай покажем вот зрителям, да, вот на примере как раз этого видео. То есть это прям полноценный ивент и это корпоративный, то есть заказ именно прям от компании, да? Да, от RGD. Получается, они собрали всех руководителей, ну и провели симфонический оркестр, получается, для них. Fire, fire. Да, пригласили известного композитора, я правда не помню, кто его зовут. Они там поют вообще, но мы аудио не включаем, потому что сегодняшним аудиом являемся мы, ребят. И у нас сегодня, ну помимо информационного контента, мы разбираем кейсы, да, все-таки полезность, какие-то лайфхаки для молодых видеокриэторов, для тех, кто только начинает заниматься этим, вступает на путь. Вот в двух словах опиши, расскажи, вот, ну, с чего лучше начать и как найти первого клиента. Вот ты начал рассказывать про сарафан, то есть, ну, нужно быть уже каким-то подготовленным экспертом, или нужно иметь желание, силу, да, такой огонь внутренний, чтобы прийти и сказать, да, я сделаю. Может быть, даже бесплатно, как первый опыт, да, такой некий экспириенс. А вот, что ты порекомендуешь? Ну, смотри, можно даже начать просто с телефона, выкладывать посты, просить друзей, репостить, также снимать друзей. Ну, сейчас с Инстаграмом у нас, конечно, проблемно. Закручивают гаечки в Инстаграм. Так что выкладываем. Ну, будет другая медиаплатформа, почему, блин? Можно в ВКонтакте также выкладываться. Раньше же люди жили в каменном, слушай, веке, блин, с ВКонтактом. Слушай, огонь, огонь. Мэн, вообще огромный респект за то, что ты делаешь. Я тебе желаю бесконечного источника вдохновения, потому что для меня вот видеомейкинг – это все-таки, знаешь, кино. У меня есть мои партнеры, кстати, привет, Женя Кочетков, смотри шире. У них мощный видеопродакшн, и они закрывают вопросы с такими крупными корпоративными клиентами, как Sony, Panasonic. А сейчас вообще этот рынок сокращается, и мы работаем и дистанционно, и локально, есть какие-то программные истории, да. И закрываем точечно. Но вот что мне очень сильно понравилось, почему мы взаимодействуем, это прежде всего и фидбэк тебе, и, возможно, лайфхак, да, креаторам – это скорость, быстрота принятия решений, и идти в неопознанное, в неосознанное, может быть, даже заранее не проговорив. То есть сделать, ну, первый кейс, да, и дать полезность, потому что, ну, видео – это все-таки больше визионерство, кино, да. То есть люди смотрят либо да, либо нет, да. Вот в своем понимании, то есть, ну, видео, мейкинг и кино – это про что? Это про идею какую-то больше, да? Ну, не знаю, больше про имидж, наверное, какой-то. Да. Про рекламу для меня, по крайней мере. То есть рекламная именно съемка, именно коммерческая. То есть, например, смотри, в ресторанах, вот, там же видел телевизоры везде вокруг стоят. То есть ты им отснял ролик, они запустили это по всем своим телевизорам и все, вот. Да, да. Также для транспортных каких-то компаний, маршрутки тоже. Да. Все это мелькает, всякие эти визуальные. Ну, мы говорим про такую вот нативную рекламу и вообще, с которой прям постоянно соприкасаемся, баннеры и прочее. Ну, и, конечно же, напутственные слова молодым креаторам, видео. Много смотрите рекламных роликов и все у вас будет. Мэн, спасибо тебе большое за энергию, за контент. Спасибо за то, что ты делаешь для нашего креативного агентства. Мы вас приглашаем на съемки, на видео, поскольку мы сопровождаем клиентов, кому создаем интеллектуальные и физические продукты, также занимаемся консалтингом. И все вы, все те, кто к нам приходят, приходят с целевым запросом. Фото, видео. Поэтому мы это делаем быстро, качественно, в срок и с миссией, с идеологией, с контекстом. Сегодня с вами был Тим Виттер, Роман. И Роман Бастриков. Йоу, йоу. Погнали. 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 Погнали.